У нас на связь сейчас выходит Владимир Милов, политик-экономист, с которым поговорим и о санкциях, и об их последствиях, и о том, кого еще необходимо покарать для того, чтобы повлиять на Владимира Путина. Владимир, привет! Привет, Стан. Нет, если подключился только что, я не слышал, мы говорили про санкции, я рассказывал о том, как вот список, который мы подготовили, наша команда, средний возраст путинского чиновника, фигуранта нашего списка санкционного, около 45 лет. То есть вот эта вот старая дряхлая верхушка элиты, так называемая, она опирается на молодых, по большому счету, людей, которые, ну, еще жить и жить, а они уже вот сейчас в этом всем завязаны и не могут выйти. Скажи, ты согласен с тезисом, что вот очень важно этот каркас разбить по этим ногам, ногам, путинской системы стрелять для того, чтобы они потеряли равновесие, для того, чтобы он оказался лишен поддержки, лишен аппарата, который бы совершал те преступления, которые он дает приказ? Или тебе кажется, что нужно бить по кому-то другому? Поделись своим мнением. Нет, ты совершенно верно все говоришь. Более того, я вот Леониду Волкову много раз говорил, что я считаю, что там список кандидатов на санкции должен быть не 6 тысяч, а минимум 60 тысяч человек. То есть они все должны получить очень четкий сигнал, что у них не будет возможности уйти от ответственности за то, что они делают. Вот здесь очень важно понимать, потому что я вижу сейчас там массу дискуссий в последние дни, на примере Тинькова, вот сейчас Марина Овсянникова стала очень активной в Твиттере и так далее. Не должно быть такой ситуации, что люди работают на путинский режим и могут легко соскочить от ответственности каким-то одним инстаграм-постом или взмахом ресниц. Потому что это тогда создает очень мощный стимул для них продолжать работать там внутри, потому что они воруют, много зарабатывают на ворованном и фактически могут бесконечно продолжать это делать, понимая, что для них уход от ответственности будет очень-очень легким. Поэтому, конечно же, очень важно понимать, чем, например, хорош список 6 тысяч, что он хорошо структурирован и там даже по этой структуре можно дальше идти глубже. То есть все чиновники, которые на разных уровнях сегодня продолжают обслуживать этот преступный режим, они должны понимать, что их посчитали, они в поле зрения и они от ответственности точно не уйдут. Поэтому, на мой взгляд, это дело надо углублять гораздо сильнее за пределами 6 тысяч. Владимир, из-за санкций страдают и жители Запада, это факт. Скажите, а готовы ли они платить вот эту цену за то, чтобы противостоять Путину? Потому что, наверное, уже по большей части на Западе все поняли, что Путин это зло, договориться с ним не получится. Вот готовы они заплатить ту цену и, как говорят по телевизору, там, Скобеева и так далее, замерзнуть, британские пенсионеры замерзнут зимой? Ну так в целом, как я вижу, готовы. То есть опросы общественного мнения в большинстве, например, западноевропейских стран, они показывают, что там примерно три четверти, вот люди там 70-75% отвечают, что они готовы платить цену за поддержку Украины, причем цену серьезную. Ну и здесь тоже не надо вот это вот замерзание зимой преувеличивать, потому что, ну, будет какое-то рационирование отоплеть. Может быть, там, чуть-чуть на пару градусов будет похолоднее. Очень важная, кстати говоря, история, что сейчас, вот летом, все это, там, энергопотребление привычное может регулироваться уменьшением масштабов кондиционирования воздуха. То есть это дает очень-очень серьезную, невероятную просто экономию, да, вот. Ну и в целом, там есть большой инструментальный план, например, Евросоюз подготовил свой план, Международного энергетического агентства есть из 10 пунктов план, как очень быстро исправиться от той же зависимости от российского газа и просто менять, например, быстро инфраструктуру теплоснабжения в жилых домах. Это не такая длинная и дорогая история. Так что тоже вот эти страдания не надо преувеличивать, но большинство людей говорит, что они действительно настолько солидарны с Украиной, что даже готовы и что-то личное свое вложить и пострадать. И, кстати говоря, мы это видим по самым разным признакам, там, самые легкие, вот, украинские флаги на балконах, но более серьезные вещи, например, как многие люди со всей Европы приезжают вот в Польшу на границу с Украиной и забирают беженцев, размещают объявления о том, что они готовы у себя украинских беженцев принимать. Так что вот этот принцип такой запал солидарности, я считаю, что он очень большой по Европе. Слушай, Владимир, ты публично, не скрывая, что ездишь по разным странам, пытаешься договариваться, общаться с европейскими политиками для того, чтобы как можно скорее и более успешно бить по путинскому окружению, по путинским олигархам, ты замечаешь изменение отношения в целом к россиянам, ну, то есть не только к политикам, да, понятно, а в целом к русским? Потому что много опасений, мне кажется, честно говоря, что небеспочвенных, что из-за действий Путина, конечно, кто-то будет домирить на всех про вот эту вот пресловутую коллективную ответственность, да, и будут всех русских как пугало воспринимать и как злодеев. Ты это замечаешь, общаясь с европейцами, с европейскими политиками, журналистами? Да, это очень важный вопрос, который сейчас везде обсуждается, и как бы в целом здесь есть несколько составляющих. Первое, что есть очень активная фракция, которая по ряду причин пытается вот возложить ответственность именно на всех россиян без разбора. Ну, надо сказать, что вот очень активные сейчас на европейском уровне представители Украины или Грузии, например, или многие там представители стран Балтии, они продвигают эту тему, что Россия всегда была такой, и типа это безнадежно, то есть здесь нужно просто ее отделить и изолировать от остального мира. К сожалению, такая обстановка вопроса есть. Я бы сказал, что большинство все-таки людей, которые действительно участвуют в обсуждении и выработке политических решений, они понимают, что это не так. Они следили за нашей ситуацией давно и понимают, под каким прессингом наше общество находится. Что вот эти все разговоры про то, что мы должны пойти завтра свергнуть Путина, ну, все прекрасно знают. Я вот, кстати, буквально недавно, пару недель назад выступал на одной конференции, где предыдущим спикером передо мной был профессор Флике из Норвегии, который показал всем вот эту презентацию, как у нас криминализовали, например, протестную активность, ввели там Дадинскую статью, там, 30-дневные сроки по административкам, которые через два-три раза переходят в уголовные и так далее. То есть, в принципе, здесь понимают, под каким прессингом мы находимся и видят нашу борьбу все эти годы. И очень ценят и Навального, и его движение, и все, что мы сделали. И, короче говоря, это понимание есть. Но, тем не менее, как бы, если подвести вывод, вопрос остается во многом открытым. То есть, все-таки российскому обществу придется доказывать, так или иначе, что мы и Путин — это разные вещи. То есть, вот эта ситуация, эта война, она усугубила положение вещей. То есть, подозрений стало больше, что действительно преобладающая часть российской нации — какие-то имперции, которые не разделяют ценности демократического мира. Мы знаем с вами, что это не так, но это надо будет доказывать. Как они говорят, «Jury is out». То есть, это такой открытый вопрос, и здесь слово россиянам. Поэтому то, что мы сейчас с вами делаем, вот это вот информационное противодействие путинской войне, и изменение общественного мнения в стране, усилие по переубеждению россиян — это очень важная история, которая в том числе и повлияет на то, как к нам будут относиться. Владимир, российская пропаганда очень много говорит про то, что да, пофиг нам на этот Запад, у нас, значит, будет переориентация на Китай. Как, по-вашему, будут развиваться отношения России и Китая? Действительно ли сработает переориентация на эту страну? Нет, не сработает. Кстати, можете у меня вот последнее видео на моем YouTube-канале, Владимир Румилов, посмотреть на эту тему. Но я много их делал. Там несколько моментов, коротко. Первое. Между Россией и Китаем нет такой экономической гравитации объективной, потому что основная часть населения экономической активности в России находится в географической Европе. Подавляющая часть всего, что у нас происходит, это европейская часть и Урал там. До Китая это очень далеко. И между этим пролегают такие довольно пустынные территории с плохо развитой инфраструктурой. Перезамкнуть эту активность, которая у нас там десятилетиями, если не веками, строилась в ориентации на Европу. Перезамкнуть эту деятельность на Китай, во-первых, это очень дорого, долго, сложно, у нас таких ресурсов нет. То есть нам стоило огромных усилий, например, выстроить вот эту нефтегазопроводную систему в Европе, ориентированную на европейский рынок. Это продолжалось десятилетиями, еще там с советского периода. То есть вот надо будет гораздо больше времени и сил для того, чтобы все это переориентировать теперь на Китай. И вторая проблема. Китай-то, в общем, и так достаточно насыщен. То есть мы сейчас видим по всей их реакции на трудности, с которыми столкнулась Россия. Но они что делают? Они вымогают из нас гораздо больше скидок на наши товары. То есть издержки транспортные будут дороже, а цена будет ниже. То есть зарабатывать на развороте в Азию, в Китай, в Индию мы будем гораздо меньше. Ну и еще раз подчеркну, что вот логистически это настолько сложно, что вот мне нефтяники всегда говорят, что Россия в основном вывозит нефть через Балтийские и Черноморские порты, Новороссийский, Приморск. Вот представьте, транспортировка нефти это танкер и страховка. Через сколько он проходит узких мест, таких как Датский пролив, Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандеп, это пролив между Аравийским полуостровом и Африкой. Каждый раз там пробка, там риски задержек, там поскольку очень интенсивный трафик, там риски столкновений и аварий. То есть повышаются страховые платежи, повышаются санкции, называется демердж, за какой-то простой и задержки и так далее. То есть нефтяники мне говорят, что проще застрелиться, чем везти из Приморска в Балтики, там нефть в Индию, например. Вот, поэтому это все такое, это по телевизору они бравурно рассказывают, но они уже 20 лет нам бравурно рассказывают. На самом деле это совсем непростая история. Владимир, у меня последний вопрос. К сожалению, не можем его не задать, потому что человек отправил нам 5 евро, Сергей Назаровс пишет, по каким критериям Владимир Милов блокирует в Твиттере? Очень кратенько. 5 евро, это серьезно. Я хочу иметь возможность в Твиттере ввести нормальную дискуссию с теми людьми, которыми к этому готовы. И я не хочу превращать это вот в такой срач. Есть люди, которые считают, что комменты в Твиттерах, они должны регулироваться как СМИ, как основополагающие принципы свободы слова и первая поправка. Я считаю, что нет, я никого не репорчу в Твиттере. Хотите писать про меня какую-то критику, пишите у себя. Но у меня в реплаях я буду вести дискуссию с теми, кто готов ее вести, а кто не готов. Есть масса других площадок. Спасибо большое. Владимир Милов, спасибо, что нашел время, пришел к нам в эфир. Владимир Милов, российский политик, экономист, отвечал на наши вопросы. И на ваши тоже. Продолжение следует...